Предприятие объединенных котельных и тепловых сетей получит 8,5 миллионов рублей на погашение задолженностей. Важное решение одобрили депутаты Горсовета на очередной сессии. В повестке 8 заседания вопрос стоял первым пунктом из 13. Изменения в бюджет городского округа на 15 и плановый период 16 и 17 годов депутаты одобрили единогласно. Сегодня ПОК-ТС находится в очень сложном положении и нуждается в финансовой поддержке учредителя. Выделенные 8,5 миллионов рублей всех проблем предприятия не решат, но расплатиться с налогами помогут. Сегодня прорабатываются все шаги для выхода из той ситуации, которая сегодня сложилась. Это в первую очередь работа с управляющими компаниями, работа с нашим населением по непосредственному перечислению оплаты за услуги ПОК. Это канализация, вода, отопление муниципальному предприятию. По словам председателя Горсовета, если бы все управляющие компании рассчитались по ПОК-ТС, то предприятие могло бы работать самостоятельно. Но компании отдавать долги не спешат. А ведь возвращенных средств могло бы хватить даже на подготовку к зимнему сезону 2015-2016 годов. Также на сессии было принято еще одно важное решение. Депутаты одобрили границы территориального общественного самоуправления в поселке Мирный. Это значит, в городе появился еще один ТОС. В ближайшее время инициативная группа микрорайона начнет готовить учредительные документы. Самое главное, мне понравилось направление работы, что они не то, что думают, что кто-то им даст, что они там. Конечно, в грантах они будут участвовать, это планируют обязательно. Но самое главное, они будут прикладывать свой труд. Что они могут сделать? Они создали свою страничку ВКонтакте, они уже общаются друг с другом ВКонтакте на своей страничке. Они уже сдружились между собой, когда они организовали ТОС. После того, как ТОС будет зарегистрирован как некоммерческая организация, он сможет участвовать в конкурсах и получать гранты. Выигранные средства можно будет направить на обустройство территории, проведение мероприятий и другие цели. Это уже пятый по счёту территориальный общественный орган. Они уже есть в Старом аэропорту, Качгарте, Малом Качгарте и Сахалине.